Всем матрешкам привет! Хочу быстренько снять видео о самых лучших приспособлений для ногтей, в смысле лаки, покрытия и так далее. Покажу вам сравнение, покажу моих любимчиков и покажу аналоги и также те покрытия, которые мне не очень нравятся. Итак, начнем с моего самого любимого укрепителя для ногтей. Он называется Nail Envy от OPI. Я когда-то дружила с одной девочкой, у нее была просто потрясающе красивая мама, у нее были также потрясающе красивые ногти. И на меня это оставило действительно огромное впечатление, это было наверное лет 19 назад. Извините, я поворачиваюсь, это моя собака. У нее были настолько длинные, крепкие, красивые ногти, я была в полной уверенности, что они были акрилики. Но она сказала, что нет, вот ее секрет заключается в Nail Envy от OPI. Я запомнила это на всю жизнь. В то время мне было лет, я не помню, не знаю, короче, на те времена, когда я зашла в какой-то магазин и увидела это средство, оно, по-моему, стоило 20 с чем-то долларов. Я пожалела и так долго не покупала. Я до сих пор вот помню именно ее ногти, какой красоты они были. Я, наверное, лет 6 назад решила, вспомнила и пошла его купила. Во-первых, сейчас он намного дешевле. Во-вторых, для меня сейчас как бы 20 долларов укрепить ногти, это не такое, не такое большое дело. Я хочу сказать, что это моя, наверное, четвертая панночка. Она просто потрясающая. О ней, по-моему, мало кто знает. Я знаю, что многие пользуются Nail Tick и разными другими. Essie сейчас вышла линия разных укрепителей. Я просто в восторге. У меня ногти всегда очень-очень плотные. Как бы я над ними не издевалась, я могу резать их ножами от картошки, или я могу что-то там ковыряться в чем-то, или делать что-то по хозяйству, делать что-то с собаками. У меня раньше был сад. Полгода назад я могла в нем копаться, могла издеваться над ногтями как только хочу. И они всегда... Сейчас они у меня короткие, просто у меня не надоели. Но у меня толщина натурального ногтя очень-очень плотная. Они похожи по своему качеству на акрилики. И я благодарю это средство. Нет, они мне не платят, никто меня не спонсирует. Я просто... Мое искреннее мнение. Следующее, что я хочу сказать, это аналог. Это вторая моя любимая фирма от Бориэль. Бориэль, по-моему, французская фирма. Бориэль. Она у нас продается в таких дороговатых аптеках. Тоже оно не дешевое, но можно его купить с какими-то скидками. Я всегда его вижу. Но, по-моему, стоит в районе 16-18 долларов. Я его всегда покупаю где-то за 4, если она мне попадается со скидками. Это называется Instant Nail Hardener. Он действительно превращает ваши тонкие ногти в какие-то... Я даже не знаю, просто... Как у орла, да, вот когти такие плотные. Очень-очень мне нравятся. Если вы увидите, советую. Подешевле линия, я тоже, это моя вторая баночка от Sally Hands. Diamond Strength. Сила... Сила бриллианта. Бриллиантовая сила. Что я хочу сказать. Оно тоньше по покрытию, чем другие мои средства. Он такой более жидкий. Но результат тоже очень хороший. Поэтому он, по-моему, стоит 4 доллара. Если вам жалко, допустим, тратить больше на вот эти, то рекомендую очень это средство тоже. Sally Hands and Diamond Strength. Из... Так себе. Средство. Это аналог Nail Tick. Всем известный. Только он чуть-чуть по-другому называется Nail Tick. Хочу сказать, что Nail Tick не сильно дешевле, чем Nail Tick. Nail Tick тоже баночки, по-моему, стоят 18 или какая-то сумасшедшая на них цена, мне кажется. Но Nail Tick, по-моему, стоит 15 долларов. Короче, разница небольшая. Что мне не нравится. Это тут Intensive Therapy for Soft Peeling Nails. Это для мягких таких... Раз... Какое же слово? Ой. Это было. Короче, что мне в нем не нравится, то что там покрытие хорошее, все нормально, но через примерно 2 дня. Если вы кладете это под ваш маникюр, то ваш маникюр просто можно поддеть и сорвать. Как бы вся краска, все покрытие уходит. Я не знаю, что в нем такое, но как будто вы положили кусочек жвачки, потом ее просто можно сотрать. Поэтому не рекомендую это средство. Из кутиколов. Я... Я давно вот это средство от Дурия. Оно очень такое интересное, экзотическое. В нем какая-то трава. Какая же тут трава, я не знаю. Тут не написано. По-моему, это... розмари. Розмари такая очень ароматная травка. Тут маслица. Мажете свои кутикулы и можете потом их обрезать. Нормальное средство. Обычно такое масло. Это от фирмы Дури, кстати. О Дури. То, что я рекомендую, я видела у Татьяны канал. Не помню ее точное имя. Татьяна тоже пользуется вот этим. Я его купила, наверное, год назад. Не так интенсивно пользуюсь, как Татьяна, поскольку видела ее у ней. Это средство у нее в пустых баночках. Я не представляю, как это вообще можно закончить. У меня кутикулы не так сильно быстрее растут. Это Instant Cuticle Remover. Потрясающая штука. В нем очень такая удобная штучка. Вы мажете кутикулы, ждете примерно 10-15 секунд. И их потом можно оттолкнуть специальным приспособлением и потом их уже отрезать. Мне очень нравится. Рекомендую. Очень она дешевая, по-моему, 5 долларов. Может 6, но, как вы видите, она огромная. Ее, по-моему, хватит на 2-3 года. Следующее, что... Очень интересный такой препарат. Вы знаете, наверное, фирму всем знакомая, Сэши Вит. Сэши Вит занимается тем, чтобы ваш лак высох очень-очень быстро. Это сестра Сэши Вит. Так он называется, Сэш Рестор. И это Thinner. Сэш Рестор Тиннер. Это Thinner. Что вы можете сделать? Все лаки, которые у вас или расслаиваются... Я вспомнила это слово. Расслаиваются. Когда ногти расслаиваются. Все лаки, которые у вас или расслаиваются, или они испортились, или они полностью высохли, вы добавляете буквально парочку штук. Она идет с пипеткой. Где-то пипетка у меня валяется. Так просто у нее горлышко. Буквально пару капелек с пипеткой вы добавляете в свою засохшую баночку лака. И она действительно просто превращает его обратно в жизнь. Мне нравится. Вообще даже не представляю, насколько это сильный химикат, чтобы буквально двумя капельками возвратить лак полностью в жидкий, из загустевшего. Но классная штука. Тоже надолго ее хватает. Рекомендую, если вы ее увидите. И последнее, мои самые любимые средства по тому, чтобы ваш лак засох очень быстро на ногтях после маникюра. Я пользуюсь просто религиозно. Это, наверное, моя уже десятая по счету, как минимум. Баночка Барел. No Chip Speed Dry. Я очень люблю плотное нанесение лака. Я иногда крашусь сначала, допустим, вазой. Потом я крашу или два, или три слоя покрытия какого-то цветного лака. И, как вы представляете, это все превращается в очень такую густую массу, которая, наверное, будет сохнуть часов пять. Не дай бог вам надо что-то достать на дне вашей сумки. Все это будет какими-то полосками. Поэтому вот буквально мажете этим средством, и через две минуты ваш лак, все ваши слои, все вот это вот превращается в сухой маникюр. Просто я в восторге. Я не могу ничего плохого сказать. Могу просто поцеловать этот продукт. Обожаю. Еще я сказала, что Boreal, он подороже фирмы, французская. Как вы понимаете, тут нет formaldehyde, formaldehyde free, тут его нет. А для тех, допустим, не знаю, беременных или которые любят органические продукты, он как бы считается из аптечного, такого натурального средства. А подешевле, которые больше со вредом, наверное, это от Sally Hansen InstaDry. Такая интересная треугольная бутылочка. Она с интересной кисточкой. Кисточка у нее необыкновенная. Она такая плоская. Плоская и какая-то широкая. Но она хорошо ложится на ваш ноготь. Она довольно-таки плотная. Не знаю, если вы увидите. Плотное покрытие. Но тоже вот через примерно 2 минуты, намазавшись на вот это вот вообще сумасшедшее, то, что я делаю с моими ногтями, оно полностью все засыхает. И сразу можно выбежать из дома, схватить ключи, можно взять что-нибудь из сушки, достать в вашу одежду. Залезть в кошелек. Короче, к сожалению, мне никто не платит за этот отзыв. К сожалению. Но, как я говорю, это мое честное мнение. Поэтому, если вы увидите вот этот продукт от Boreal No Chips Beat Dry, вот этот продукт Sally Hansen Nell InstaDry, и также вот это от Sally Hansen Instant Cuticle Remover. И последнее, что я хочу сказать, конечно же, это вот просто-просто-просто мой фаворит каждой недели. Фаворит мая, фаворит июня, фаворит 2014 года. ОПИ, кстати, делают в Недерландах, вроде бы. Тут такие два странных адреса, вроде бы написано тут Недерланды сверху, а тут написано Made in USA в Америке. Наверное, она производит его там, но не знаю. Не знаю, где его производит. Если вы знаете, скажите. Надеюсь, вам видео было полезно. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте какие-то сообщения. Буду только рада. До следующего видео. Всем пока.